Всем привет, с вами Сёмка Игроман, и, короче, я возвращаюсь на YouTube, а мы возвращаемся в The Council. Наконец-таки я вернулся. Почему меня так долго не было? Во-первых, я уезжала, во-вторых, я, ну, потом просто отдыхал там, всё такое, приболел маленько потом. Ну, в общем, также играл в игрушки, не исключение, и в Far Cry 5. Проблемы с записью были, расскажу о них в конце. Всё в конце, ну, а пока The Council продолжение. Не знаю, почему запустилась вот с этого, как я помню, у нас была битва, должна быть словесная какая-то, или как она там называется. Почему-то запустилась вот с этого момента, ну, может, она ещё... Ну, окей, ещё, короче, она будет, но не уверен точно. Так, ладно, давайте тут как-то, короче, всё смотримся. Запустилась, короче, с того, то, что сказали, осматривайте, короче, вещи, они не все могут быть подсвечены. Хорошо, если посмотрите внимательно. Ла-ла-ла. Это что, книга, когда это... Сравнительные, сравнительные жизнеописания, ну, только биография великих мужей. Ну, бери книгу. Прибежать с глазами ты не можешь. Хотя, может, может, надо его просто скачать всем. Вы получили предмет. Ага, хорошо. Навыки... Во, предметы. Ага, это что такое? А, коллекционный монет, окей. Ага, вот это вот сравнительные жизнеописания. Искусство, знаменность, характеры людей, дань и мироздания. Письмо Пиаджи, сумка Сары Дарише, носовой платок матери, свой платок Эмилии, приглашение лорда Мартимера. У нас там, знаете, что есть? Вот эта вот фигня. Давайте тогда почитаем. Вот про Сару Дарише. Дарише Сара. Неизвестно. Сара Фастина Дарише. Состоятельная французская аристократка. 34 года назад Сара возглавила одной из самых влиятельных тайных обществ Золотой Орден. Сильная воля и железный характер помогли ей попасть в высший свет. Политические интриги, торговые сделки, государственные таймы, паранормальные явления. Ну, в принципе, что здесь и происходит? Паранормальные явления. Имею в виду проведение, все такое. Ордену было известно все. Сара добилась того, что влияние Ордена распространилось на Америку, Европу и Центральную Африку. Кроме того, она основала оккультный кружок внутри Ордена. Сара намеревалась передать дела своему сыну и готовила его к этому с раннего детства. Почему я сейчас все читаю? Потому что, что потом будет, судя по всему, еще больше персонажей. Это мы. Пьяджи. Давайте про Пьяджи прочитаем. Пьяджи Джузеппе. Неизвестно. Его, наконец-то можно нормально прочитать, высоко преосвященство, кошмар. Кардинал Джузеппе Пьяджи, посол Папы Пьяджи, выдающийся оратор Джузеппе Пьяджи, посвятил свою жизнь служению Римско-католической церкви. История, между прочим, правдивая, я тебе говорю. Была такая. Просто была католическая. Про Римско-католическую не слышал. Папа Римский моментально узнал о его образованности и увлечении философией и тайно нарек Пьяджи кардиналом Инпепчо. Не знаю, что это такое. Благодаря доверительным отношениям с Пьем Шестым, или с Пьем, кардинал помогал ему направлять верующих. Пьяджи прибыл в особняк по приглашению сэра Холма, желая... Кто такой сэр Холм? Не помню. Желая повидать своего старого знакомого, лорда Мартимера. Вот я знаю, это все, которые пригласил. И представить интересы Ватиканову. Кто такой Мартимер? Я его ни разу не видел. Слуги, ага. Слуги. Слабость, логика, слабость, допрос. Ну, он как раз... Погоди, стоп. У нас детективы. Логика есть. Есть. Хорошо. Мы можем вообще просто на износыку делать. Слуги. Все слуги Роллорда Мартимера носят маски, порождая толки... Порождая толки, правильно, среди гостей, толки, не знаю, среди гостей. Истинная причина известна только хозяин особняка. Вот нам и сказали, когда мы его встретим наконец-то. Хилсбору Эмили. Неизвестно. Эмили Хилсбору, английская герцогиня, приближенная к королеве Англии. Ой, приближенная к королеве Англии. О происхождении Эмили мало что известно. На политической арене она оказалась после свадьбы с пожилым английским аристократом, вероятно, вступив в брак по расчету. Герцогиня действует осторожно, но выступает за свободу личности, придерживается современных взглядов и пользуется большим уважением знатий. Эмили быстро стала, знаете, знаете, как это везде. Эмили быстро стала любимой посланницей королевы, а затем и личным секретарем премьер-министра Уильяма Питта. Это назначение породило массу слухов и высказывала всеобщую зависть. Эмили уже бывшая на острове. Бывавшая, господи, говорю одно, читаю совершенно другое. Читаю одно, говорю другое совершенно. С радостью приняла приглашение сэра Григория Холма на знаменитый совет, который в очередной раз собирал город Уильям Мортимер. Я не знаю, кто такой этот, холл, звание. Это что за фигня, это опытный детектив, посол, это что, мальчик. Ну ладно. Это что-то, можно так переключаться, что-то? А как выйти на кью? Носки? А, хорошо, носки. Вот это кто такие? Погоди, стой. Вот это кто такие? Стой. Шахматы. Вот это кто такие? Я считал, что у меня дома камин огромный, но этот просто огромный. Вы читаете мои мысли. Я уже давно мечтала о погрессе огня. До тех пор, как мне привезли на этот остров, я не отходил отсюда ни на шаг. Вы тоже приехали недавно? О, поздним утром. Это кто? Вы, присоединитесь к нам. Месье, позвольте представить вам Менсиора и его высокололола кардинала Пьяджи. Он прибыл прямо из Рима. О, зовите меня. Так проще. Ё-моё, Джордж Вашингтон, президент Соединенных Штатов Америки, нифига себе. Счастлив наконец познакомиться, господин президент. Рад встрече, господин президент. Луи Мараз Дрыше. Большая честь познакомиться с вами. Молодой человек, не будем все усложнять. Отбросим эти мудреные титулы. Приятно познакомиться. Полагаю, вы никогда не думали, что однажды окажется здесь? Должен признать, что не думал. Я впервые вижу столь выдающихся личностей. Это вы еще мало видели. Когда лорд Мортимер устраивает прием, сюда съезжается больше дюжины гостей. Остальные приедут позже. Вот увидите. Чаще всего здесь собираются самые сливки общества. А затем, что вы собираетесь обащить его в ла-ла-ла на входе, тут все обычно заводят полезные связи. Простите за нескромность. О чем вы разговаривали? О матери на письме. О матери. Позвольте вас разочаровать. Но мы не пели разговор, сэр. Просто сказал, что знает моя мать и очень уважает ее. Так уж получилось, что мать месье Дыраше должна к нам присоединиться. Ах, как жаль. Никаких скандальных слухов и пикантных новостей, сокровенных тайн и чего-то там. Ничего, скоро появится. Этим разговорчиком хлебом не кормит. Да, и организовать разговоры, и устроить что-то там. Говорите за себя, сэр. Итак, друзья, кто-нибудь знает, зачем мы здесь собрались? Не на Толику. Лично меня пригласил сэр Холм, близкий друг лорда Мартимера. Правда, не знаю для чего. Видите ли, Луи, на каждом своем примере лорд Мартимер улучшает время, чтобы пообщаться со всеми гостями. И в это время мы вершим судьбу мира. Ты забывай этого с абсента и крепкими словечками сами матерью. А по какой причине? А сказать, что она пропала. Придумать причину. Так как и вас, господин президент, меня пригласил лорд Мартимер. Раз двух членов одной семьи? Редкий случай. Знаете, я бы и рад присутствовать тут независимо. Ха-ха-ха, как смешно. Послушайте, я хорошо знаком с вашей матерью и хотел бы выделить минутку, чтобы поговорить с вами о ней. Что такое? О, добрый вечер, дорогие друзья. Черт возьми, это же мужчина из молодежи. Ёшкин кот! У лорда Мартимера появились срочные дела. Он может присоединиться к нам сегодня и передает свои что-то там извинения, наверное. Позвали меня сюда, а сами где-то врячутся? Отлично. Простите об этом мужчине. А вправо. Дорогие гости, в малую гостиную поданы закуски. Если вы голодны, можете пойти вместе со мной в соседнюю комнату. Вы иначе как читаете мои мысли. Я с вами. Прошу вас сильно не шуметь. Потому как кое-кто из гостей лорда Мартимера отдыхает. Это кто? О, мы постараемся. Не поймите меня, не поймите меня, прервана, сэр Холм. Вот, с удовольствием остался был камина. Если вы не возражаете, Григорий, прошу, чувствуете себя как дома. Я не успеваю читать. А вы, сэр, остаться за... Если я останусь в вашингтоне, то я не смогу поговорить о матери. С другой стороны, хотелось бы узнать побольше о Холме. Побольше. О Холме побольше он был бы... Давайте еще раз. С другой стороны, хотелось бы узнать... А, окей. В этом Холме поговорить с Холмом. А, вот это Холмом, и понятно, все есть. Давайте, наверное, он же как бы знает мою мать. Он может знать, где... Она прессится, хотя он не знает, что она пропала. Ну, возможно, хотя какие-нибудь там, например, дома или... Не знаю, там, какие-то места. Ну, давайте посмотрим, что нового расскажет Вашингтон. Сэр, если вы не против, я останусь здесь. Так пожелаете, молодой человек. Луи, спасибо, что остались. Я узнал о пропаже Сары сегодня утром, когда прибыл на остров. Я хорошо знаю вашу мать. Не волнуйтесь, Эмили. Из английского представительства Золотого Ордена. А министр Вашингтон, глава американского представительства, я в курсе? О, не знал. Простите, что заставил вас ждать. Не хотелось разговаривать об этом. Все в порядке. Скрытность и осмотрительность нашего Ордена. Если я чем-то могу вам помочь, не стесняйтесь, просите. А если у вас есть ко мне вопросы, смело задавайте. Что вы знаете об этом, Артемири? Откуда Эмили знает мою мать? Погоди, я просто хочу на посмотреть. Ага, я понял. Откуда Эмили знает мою мать? С другой стороны, о Мартемире я даже ничего не знаю толком. Ладно, ну давайте про Эмили. А вы, Эмили, что думаете о моей матери? Я знаю только главу Ордена. Мы лишь однажды перекинулись пару слов, когда встретились в парламенте. Вы просто разговаривали или спорили. Не понимаю, к чему вы клоните. Может быть, она была на вас зла за что-то? Я бы влепила вам пощечину за такую бестакнуть. Но сейчас что, что вы просто беспокоитесь о своей матери? Окей, Джордж Вашингтон все знает. С ним, короче, можно нормально разговаривать без всяких этих вот, всяких вот, которые мы с остальными разговариваем. Я понял. К вашему сведению, я бы с радостью поработала с ней. Она заслужила свою репутацию. Мистер Вашингтон наверняка знает больше. Откуда вы ее знаете? Когда вы видели ее в последний раз? А теперь откуда вы ее знаете? Как вы с ней познакомились? Я встретил Сару в Америке во время войны за независимость. Мы познакомились, мы, нас познакомил один из наших общих знакомых. И благодаря ему мудрому совету я избежал некоторых ужасных ошибок. Пускай ваша мать не герой войны, но, поверьте, она заслуживает памятника не меньше, чем кто-то там. Ого, не ожидал. Уверена, у моей матери еще много таких секретов. Ладно, вы не против, если я задам вам еще пару вопросов? Конечно, нет. Только не могу обещать, что все вспомню. Возможно спросить, что вы в последний раз обсуждали? Политику? А, погоди-ка, стой. Ой, не на то нажал. Политика это... А, политика это кто? Это дипломат. А, кто? Погоди. Я детектив, это дипломат, по-моему, если я ничего не путаю. Вроде бы да, дипломат, вот этот вот, типа такую самую крутую, у меня сломан из замки, это детектив, то есть это не. Тайны, которые у нас окружаются, злой орден. Тайны, которые у нас окружают. Но моя мать всегда интересовалась сверхъестественным. Она говорила вам об этом? Да, Сара не раз помогала мне отличать истину от слухов. Если бы не она, салимская трагедия повторилась бы еще раз. Я не знаю, как это будет. А народ продолжал бы верить в сказку о всаднике без головы. Как там она любила говорить? Всегда будь рассудительным и открытым? Да, именно. Спасибо, сэр. Я соберелся встретиться с лордом Мортимера. Благодаря вам я теперь хоть что-то о нем знаю. Повторюсь, лорд Мортимер хозяин своего слова. Вы сами убедитесь. Уверен, он сейчас занят исключительно поисками вашей матери. Как вы думаете, ворди не знают, что если мать уплыла с острова? Ворди не знают. Моя мать по-прежнему глава Золотого Ордена. Вряд ли она переплыла на остров, не предупредив об этом других членов общества. Я приехала по просьбе сэра Хома, чтобы разрешить ситуацию вокруг английской короны и выслушать предложение лорда Мортимера. А меня лорд Мортимер пригласил, чтобы поговорить о будущем Америки. Я не могу привыкнуть, короче, к голосу этого. Вашингтона, забыл. Более заследить приглашённых. В любом случае, на орден пока никто не ссылался. Зацепок у нас пока нет. Или мало, тогда я не понял. Немного. Ага, показать книгу на одиную. Да зачем? Не переживайте, Луис. Уверен, она в порядке. Всё, Джордж Вашингтон свой. Да, надеюсь. Джордж Вашингтон свой, эти говорю. Так, эти. Тише, они возвращаются. Ну, вы привыкнули к голосу в щеннюю. Ой, а это чё это мужик? Или это... А, это девушка, судя по всему, в платье. Кто такая? Признаюсь, я поражена всей этой роскошью. Поменьше беседусь с мистером Вашингтоном, дорогуша, а то пропадёт ваш прелестный акцент. Ха-ха-ха. Вижу, эта статуя завладела вашим вниманием. Вы правы. Она удивительна. Лорд Мартимер обожает необычные произведения искусства. Не скрою, что мне они кажутся чересчур грандиозными. Но у него есть поистине великолепные экземпляры, как у те картины. Сэр Холм, а что за юная леди была с вами? Элизабет Адамс, бедняжка очень хотела остаться с нами, но слишком утомилась. Элизабет Адамс? Возможно, услышав об Элизабет Вашингтон, переменился в лице. Как будто при виде... Что-то там удивление. Мисс Адамс приехала сюда на отдых. Возможно, вы уже встречали её в коридоре. Она прибыла несколько дней назад. Встречал, но не знал, кто это. Позвольте вас заверить. Она здесь по другой причине, нежели вы. Очень прошу проявлять к ней снисхождение. А куда её вели-то, слышь? Упущено, что ж. Уже очень поздно. Вы наверняка устали. Слуга проводит вас в спальне. Погодь, это как-то чё-то меняет, погодь, навыки. Это как бы чё-то меняет мне, или... Единь же, пассатижи, вы сейчас могли без... Прям вообще подтвердить себе навык. Ну ладно. Ну ещё? А, скоро. А, открыт новый персонаж. Сразу же давайте прочитаем. Адамс... А, здесь и холм открылся. Хорошо. Давайте, наверное, опять же это мы всё про Вашингтона читали? По-моему, мы не читали, слушайте. Да, мы не читали с вами про Вашингтона. Давайте почитаем. Вашингтон Джордж. Неизвестно. Джордж Вашингтон. Основатель и первый президент Соединённых Штатов Америки. Жизнь Вашингтона была чередой военных и политических успехов. Много лет назад царе де Рише познакомила его с верхушкой Золотого Ордена, влиятельного тайного общества Франции. Немногим позднее Вашингтон возглавил Золотой Орден в Америке. Устав от политики, он хотел уйти на покой и встретить Старый в своём поместье в Риджинии. Но лорд Мартимер уговорил его баллотироваться на второй срок. Вашингтон принял участие в выборах и вновь занял пост президента США. Получая приглашение от лорда Мартимера, Вашингтон обычно прибывает на собрание инкогнито. Теперь холми. Вот это тут страшной чувак. Я поначалу думала, что это вообще женщина, а это мужик какой-то. Теперь, ну, по глазам. Сэр Георгий Холм, барон, нифига он ещё, барон, нон-тингем, влиятельный британский аристократ. Нифиг на себе. Сэр Григорий защищает интересы британской короны, распространяет влияние Соединённого Королевства по всему миру и помогает уменьшить государственный долг. При его участии были приняты важнейшие экономические решения. От основания успешной ОСТ индийской компании до размещения испанских торговых постов в Америке. Барон оказывает большую поддержку рабочему классу, открывая школу для бедных детей, которые, по его мнению, должны привести страну к новой промышленной революции. Сэр Георгий Холм никогда не упускает возможности познакомиться с новыми людьми на собраниях своего друга, лорда Уильяма Мартимера. Адамс, вот. Адамс, Элизабет, неизвестно. Элизабет Адамс, дочь Джона Адамса, вице-президент США. Родители отказались от Элизабет, объявив ее межворожденного. Ага, девочка, которую воспитывали... Да, конечно, причастон у нее. Девочка, которую воспитывали вдали от мира, выросла хрупкой и болезненной. С раннего детства Элизабет страдала от биполярного расстройства и приступов паники. Что, просто так, что на ровном месте? Не поверю. Хотя, может быть, не знаю. Ей приходилось хранить столько страшных тайн, что это... А, ну понятно все, я и то говорю просто так, это же как-то не очень. А ей приходилось хранить столько уже страшных тайн, что это сказывалось на ее рассудке. Девушку лечили множество докторов, но ничто не помогало. Элизабет постепенно сходила с ума. Наконец Джон Адамс обратился к своим друзьям, сэру Гройпому и лорду. Уильяму Мортимеру, надеясь, что на острове, что на острове ей смогут помочь. Элизабет прибыла в особняк сравнительно недавно, наконец-то, мы это прочитали, господин. Ну, короче, самый новый персонаж, что? Дамы и господа, желаю всем доброй ночи. Господин президент, ваша кто-то там, герцогиня, ваши комнаты не изменились. А ваша спальня, месье Дорошил, находится справа по коридору. Мы запомнились, справа по коридору. Хотя, может, там отметка была? Что ж, друзья, я изрядно вымотался. Изрядно вымотался. Пойду спать, увидимся утром. Спокойной ночи, сэр. Я тоже подойду к тебе. Луи, до встречи за завтраком. Приятных снов. Доброй ночи. До завтра. Я не помню. Боже мой, но и денек выдался. Так, где моя комната? Так, мы стояли вот справа. Она получается вон там? Или... Стой. Это что такое, чья комната? Чья комната, без нее ничего? Это гени, а это вот, хорошо, это у Эмилы, окей, хорошо. Я исходил туда тогда. Наверное, здесь моя комната по пути тут, почитаем. Так, погоди, стой, 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 стой. Иссе, наполеон Бонапарт. Иссе, наполеон Бонапарт? Ты че, серьезно Бонапарт? А что, все знакные люди, смотри-ка, собрались. Нифига себе. Я не знал, а это кто? Сюжек, певец. Я же, певец. Ё-моё, перью. Аристократ тоже, по-моему, что-то такое. Но я знаю его такого, ага. Не помню, как узнал, но просто знаю про него. Так, вот, так, ага, вот, что-то подсвечу. Несколько листов из старой энциклопедии мы получили. Предмет страницы энциклопедии. Так, сразу же все смотрим, потому что... Ага, все, энциклопедия, окей. Читать я там не буду, то, что там написано. Мне же говорили, что, типа, каждое утро ты будешь читать. Вот я и свяжу название. Флакон золотого эликсира. Золотой эликсир снимает все действия отрицательного эффекта. Можно хранить не более пяти флаконов, чтобы выпить. Нажмите два. Годи, а на меня вы получили... Ага, хорошо, у меня должен отпечататься в предметах. А почему у меня не отпечатался? А, не, вот он все. Вы сказали мне нажать два. Ладно, хорошо, допустим. Будем нажимать тогда один. Нажмите два, но у меня он под одной. Так, сюда нельзя? А, почему? А, окей, сюда нельзя. Палочка, значит, нельзя. Ну, окей, ладно. Правила хорошего тона. Вы получили пример правила... Ла-ла-ла-ла, ладно, стольного поведения. Картины, 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 картины. Нифига. Вот это особняк. Это одного человека. Нафига ему столько. Хотя, может, у него и семья есть. О, флакончик. О, флакончик. Флакончик. А, нет, это банк якорцев. Настойка якорцев повышает... Платье, на которое время вы будете видеть, к чему ваш собеседник испытывает устойчивое... А, нафига, ничего такого можно было и прочитать. Надо, на всех случаях. Можно хранить не более пяти банок. Нажмите три. Окей. Хорошо, тогда... А этот тогда на каком у меня стоит? Якорцы вудуги. Золотой эликсир у меня на один. На однём. На однёрке. Ничего не знаю, короче. Идите в зад. Говорите, не нажимай два, ничего не знаю. У меня написано на однёрке, вы нажимаете днёрку. Я кофе. Ага, тихо-тихо. Чья это комната? Чья комната? Комната чья? Игуан фон вёльнир. Господи, это кто? Вот этого, естественно, я не знаю. Это что такое? Это можно как-то обыскать? Нет, обыскать. Посмотреть просто на это можно как-то? Ма-ма-ма-ма. Это что это такое? А, окей, этого нету-то хорошо. Как неудобно управляться свышкой. Не знаю, геймпад не пробую подключать. Именно в этой игре. Ладно, хорошо, судя по всему, наша комната В другой стороне, но побежали тогда Буду бегать, потому что Особняк огромный, и все это как бы Как бы вы поняли, короче И то, что я один бегаю по огромному Особняку, тоже может кто-нибудь Выйти, да нападать не То, что я бегаю, а на спать отправили Типа без хозяина Где хозяин? Где Мартимер? Говорились, что он там где-то переговаривается с кем-то А где комната-то, алло, вот здесь что-то, там тупик Здесь нельзя А, нет, там тупик, господи, нифига себе Вот это реально огромный домик, знаете, что говорю Так, здесь кто у нас живет? Живет Герцог минули годой Возможно годой, возможно годой И не знаю таких людей Вот Джака Перо Перо, Перю Я знаю Так, что кто? О, это моя комната, хорошо, ладно Пойдемся туда вот здесь еще чуть-чуть, посмотрим Это чья комната? Ага, кардинал пиадже Ну окей Это кардинал пиадже Ё-моё, да тут реально много всего Это что такое? Вы получили мед, хорошо Медок тоже Погоди, а мед как-то у нас отпечатывается в предметах, подожди, карта А, окей Предметы, мед где? Ага, мед, вот это на четверочку Блин, вот надо мне где-то записать, я не знаю, просто я не запомню как бы Ладно, пошлите в свою комнату, потому что там реально много всего Моя же где-то комната? Это не моя комната, побудь Это пиадже, вон там моя комната Вот это, да? Да, это моя комната, хорошо, открывай дверь Ну пока все хорошо, бульменем Ну графика деревянная, типа Ладно, как лучше поступить с этим письмом? Вдруг оно имеет отношение к пропаже матери? Не-не-не Если я открою его, то придам доверие пиадже Что же мне делать? Не надо Не открывать письмо Черт, хотелось бы Хотел бы я его открыть Открыть, но Ничего не поделаешь Пускай дождется своего часа Ого, какая красота Мортимир явно не мелочится Мы это поняли уже И что это мне дало Что мне дало? Я не знаю, что мне дало О, так это мне очки навыкам дают Серьезно? Кому я ноличку Ого, у меня ноличку А как и зарабатывать, кроме вот этого? Как-то можно это еще делать? Ити же пассатижи, нифига себе Я даже боюсь, можно ли это показывать вообще? Как бы хоть спусками сегодня 12 лет Но Как бы у меня это Не вызывает панику Ну ладно? Экстас, священно-франциско В немаще глаз Вышли Смешно видеть, как искусство Делают слугой пропаганды Окей, я дальше не буду просто читать Ладно, давайте так Погоди, это что здесь? Взломать Зараза, это надо Блин, это другой навык Это вот это я себе покажу Хотя вы, наверное, поняли уже Вот это вот Сейчас вот это фигня Вот это взлом предмет Что за это? Что за? Чувак стоит Чуть есть? О, тихо-тихо-тихо-тихо Медок Ага Склянка Кормилист Скай воды Кормилистская вода Позволит сосредоточиться И не расходовать Очки действия На применение Следующего навыка Можно захоронить Тем более пяти склянок Четверку нажать А что на самом деле Надо нажать? Скай вода И там, по-моему, еще что-то было Нет? Стой, подожди Золотой эликсир Раз Кормилистская вода Зараза Так это с количеством Етиши пассатижи Все правильно Значит, это на два Это там на Ну, самое главное Мы запомнили Мы получили предмет мед Как мед открывать? Не помнит никто Погоди-ка Серьезно? Ну, ладно, хорошо Как О, вот только что было А, окей Это как-то нельзя использовать как мне использовать там мед ну ладно хорошо не будем пока вдаваться в эти странные подробности вещь это мое это не мое вы получили предмет и коллекционным опять коллекционная монета хорошо я попытаю как грешка стоит так а что здесь это тоже фонарик а окей да просто смотришь ну ладно окей ладно возвращаемся в комнату хотя бы очень интересно медок был водичка не помню правда какая нифига все это у меня комнате не эти ничего могу сказать это у меня комнате и куда зашел а ты переодеваться зашел ну ладно хорошо ты переодеваться отправляйтесь в постель ну хорошо все давай спуки-ноги часть 1 это что за дерьмо я не понимаю часть 1 у берегов англии есть успех есть неудача успех я вошел в особняк я обнаружил вещи своей матушки на причале я уговорил пьяджи передать мне письмо я познакомился с мистером вашингтоном я остался вестибюле и побеседовал с мистером вашингтоном вот а хорошо все таки тогда я что я нашел странную книгу на причале я задавал вопросы касающиеся моей матушки неудачи я не смог найти на причале в смысле так я же искал и доску поднял ладно это может по сюжетам не знаю сюжетные развилки я мог пойти за сыром холмом малого сильно у меня могла состоять неожиданная встреча в принципе то мы потом можем с вами этот короче эпизод перепройти как бы и выбрать другое как бы потом когда уже пройду хотя может быть я и не буду о хорошо мне уровень повысили 2 надеюсь хорошо не только мама заработала но надо достигнуты цели открыты черт открыты черты открыты черты персонажей 4 очков навыка ну давайте тогда с очками навыка разберемся и будем заканчивать так а бдительность так так допрос вкачиваем логику вкачиваем лубкость вкачиваем и психология в бдительность вкачивали я не я вот эту качал либо психологии либо бдительность я слушаю бдительность это чтобы лучше бдительность всякие своих собеседников эту книгу замечать важные детали подразительно расположены все ну а зараза ловкость логика подтвердить хорошо все хорошо выбор манускрипта хорошо можно тогда сейчас вы можете выбрать какой манускрипт будете читать ваш перспектива возле выполнения задания прочитать манускрипт прицелите вам дополнительные точки навыков хорошо я что не могу закончить на этом ладно ну тогда давайте сделаем так просто вот так я думаю все нормально ладно чувство край у меня у меня не запускается просто запись на нем я буду что-то тестировать буду как-то смотреть и не знаю с записью разбираться приложим в гугле у твоего и в настройках не знаю посмотрю чем морс сделаю запишу я уже от него прошу пофиг пройду очень спасибо за просмотр подписывайтесь на к вам добавлять меня в контакте спасибо где новые ролики по за канцелу и другим играм когда закончится первый эпизод я не знаю всем удачи всем пока